что там крышка это папина давай папе спасибо правильно зашел поставь лайк вопрос можно не совсем к месту что для тебя разумная бесконечность я для себя как-то определил согласитесь со мной или нет есть такая фишка у современных людей кстати очень часто встречается все пытаются быть в моменте но на работе очень часто человек хочет попасть домой побыстрее или в отпуск допустим или домой когда он дома он хочет побыстрее на работу или в какое-то другое место когда он гуляет с детьми он пытается быстрее попасть к друзьям когда он с друзьями он скучает по семье да то есть мне такое ощущение что вот человек состоит из вечного нетерпения мне кажется что вопросы про вообще разумную бесконечность про потусторонние ощущения да нужно задавать там ну когда ты помарешь там тебе все объяснят или не объясняют то есть как бы вариантов не очень много когда человек начинает слишком погружаться в эзотерические вопросы жизни ну когда он живет я имею ввиду вот мы с вами живем и когда мы слишком погружаемся в вопросы эзотерические мы забываем про жизнь то есть мы забываем жить нам кажется что мы вот ну вот тут временно оказались там лет на 50 60 70 100 ну кто на сколько и потом мы уйдем и вот самое главное будет то что будет потом там вот после смерти разумная бесконечность кто нас создал куда мы идем зачем мы существуем вот это все вечные вопросы из вечные вопросы как быть там и так далее и на мой взгляд мы забываем о житие бытие здесь здесь и сейчас то есть им мне раньше казалось что я вот прям вот попадал да вот прям ну попадал в эти моменты а потом я как будто забыл про это и вот последнее время я прям напоминаю себе каждый день что вот если к тебе подошел ребенок и он хочет с тобой пообщаться брось все брось чем бы ты не занимался вот он подошел сейчас и в следующий раз он не изъявит желание с тобой побеседовать это вот он подошел сам первый он обратился к тебе и если ты такой да я занят я занят я там зарабатываю для тебя деньги мелкий чтоб тебя было во что одеть а будет чем тебя покормить там да а ты вот этот момент упустил ты упустил момент чудо инициации когда вот с тобой произошло чудо то есть там двухлетний малыш подошел к тебе чтобы пообщаться а ты такой отвали и вот так мы всю жизнь просираем мы пропускаем все моменты вообще которые к нам приходят в реальности то есть мы теряем здесь и сейчас мы не живем здесь сейчас мы либо переживаем за то что произошло в прошлом либо переживаем за то что случится в будущем мы хотим там я не знаю какую-то там другую машину другой телефон там другое шматье поехать в другой город посмотреть а что там да и при этом мы не очень хорошо знаем свой собственный город зачастую упускаем постоянно каждый день моменты истины моменты вот знаете вот я когда работал с привычками и работаю до сих пор я понимаю что выработка привычки это каждая это рутина это это каждодневные маленькие действия которые происходят без фанфар без каких-то там спецэффектов не спускается боженька на облачке не говорит что ты там красавчик да то есть чтобы делать зарядку надо делать зарядку чтобы приготовить яичницу надо приготовить яичницу то есть все привычки они состоят из таких мелочей на которые мы не обращаем внимание каждый день но по факту когда привычка как камень как кирпич из дома кладем один кирпич на другу один на другу один на другой казалось бы что такое кирпич кусок глины обожженной но когда этот эти куски кирпичей складываются в дом и вот я сейчас нахожусь в своем доме да и я живу в нем и мы проводим время вместе тут семьей то дом это другое уже да то есть это не кусок кирпича что такое сам по себе кусок кирпича ничего а кирпичи сложенные вместе и накрытые крышей они превращаются в какое-то волшебство да то есть когда мы можем семьей там жить какие-то происходят события да вот и вот люди они стараются вот побыстрее побыстрее сложить эти кирпичи чтобы получить дом но если ты не наслаждаешься не получаешь удовольствие внимания от того что ты складываешь эти кирпичи и дом тебе не принесет удовлетворение потому что построить дом ты тут же побежишь там за другими впечатлениями то есть ты не опять не находишься в моменте и вот когда привычка мы делаем каждый день одни и те же маленькие действия но когда эта привычка становится монолитом на таким вот домом внутри тебя храм внутри тебя да ты не узнаешь себя ты становишься другим человеком то есть когда ты долго 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 пестоешь какие-то маленькие там прихоти допустим долго каждый день есть сладкое и разгоняешь поджелудочную железу и в итоге у тебя там не знаю сахарный диабет ну к примеру это же не сразу произошло типа вот вчера не было сахарного диабета сегодня он случился не то есть это копилось маленькими шажками вот счастье человеческое отношение счастье в отношениях счастье в житии счастье в каких-то мелочах да то есть оно состоит из маленьких 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 событий как вот вы не замечаете сколько раз вы за сегодня вдохнули но если бы у вас был хотя бы одна возможность не вдохнуть я вам отвечаю вы бы ее почувствовали то есть вы не заметите тысячу вдохов но вы заметите от возможность отсутствия одного вдоха понимаете жизнь это дар который люди почему-то растренькивают в никуда то есть они ду а вот я умру как там разумная бесконечность а вот что скажет боженька когда я умру да он скажет да задолбал ты не жил блин ты жил с надеждой что ты сдохнешь как бы да я тебе там мир вокруг тебя подарил с появлением вот этих вот телефонов появление возможности подключения там к любому фильму любой передачи породило то что люди ушли из реальной жизни детей нету во дворах нету то есть раньше я не знаю там деревня казалось бы там три двора четыре калитки да невозможно было выйти на улицу что там никого не было да ну такого не бывает то есть ты выходишь на улицу и там всегда кто-то есть то есть либо кто-то на наспеде катается либо на санках либо на коньках то есть я знал что я приду после школы я могу смело брать коньки идти на речку там по-любому кто-то будет то есть не бывает так что там никого нету как так то а сейчас бывает потому что люди погрузились в царство морфея причем абсолютно осознанно и доступ к информации как доступ к халявной бесконечной еде порождает болезни то есть но это давно известный научный факт что отсутствие допустим еды ну не полная а имеется ввиду не доесть лучше чем переесть то есть когда человек не доедает это лучше чем когда он переедает то же самое с тем же допустим сексом то есть когда ты чуть-чуть в дефиците ты всегда как бы стремишься куда-то развиваешься что-то делаешь когда ты в префиците то есть когда у тебя слишком там все да много да ты как бы покрываешься плесенью и люди не хотят это слышать им хочется современный мир мир наркотика наркотика эндорфина наркотика мозгового который порождается ну вот как глютомат натрия да то есть вы еще не понимаете насколько это все опасно то есть вы даже не осознаете насколько опасен глютомат натрия не из-за того что он вредит для организма а из-за того что нарушает ход эволюции то есть глютомат натрия он вырабатывается после еды кто не знал то есть вы поели и через 20-30 минут он вырабатывается поэтому есть поговорка что насыщение приходит через 20 минут после еды как раз вот это ощущение что ты поел вкусно поел а вот допустим когда вы схавали какой-нибудь бич пакет с глютоматом натрия вы вроде только что поели но через час вам опять хочется есть дело все в том что пища с глютоматом натрия она вырабатывает рефлекс неправильный то есть вы получаете удовольствие эволюционное не от того что вы поели а из-за того что вы едите то есть от самого процесса то есть это все равно что в сексе не получать вот этого вот финишного удовольствия а получать удовольствие от самого трения и получается что пока вы третесь вы кайфуете вы перестали тереться вы то есть нету логического завершения все равно что как вечный ребенок ребенок растет ну он никогда не вырастает то есть он все время двухлетний кричащий крапуз да вот вот эта эндорфиновая зависимость современная от гаджетов она породила целую целое даже не то что поколение она подмяла под себя старое поколение то есть она подмяла под себя поколение даже то которое росло без этих эндорфинов потому что потреблять информацию это наркотик то есть мозг эволюционно так сложилось что когда вы узнаете что-то новое это повышает ваши шансы на выживаемость на то есть если вы знаете где враги как бы есть шанс их избежать если вы знаете где еда есть шанс ее найти поэтому природа она щедро поощряет за получение новой информации но эта информация она должна применяться то есть пор вы пошли в лес допустим нашли поляну грибов и мозг выбросил эндорфины типа а вот она жратва ты молодец ты пошел и нашел и вот она еда и она поощряет тебя к чему чтобы ты в следующий раз пошел в лес и нашел еду то есть эволюционно так сложилось что нас поощряют за природную природа нас мы сами себя поощряем за какие-то элементы выживаемости да то есть когда мы выживаем так вот понимание и узнавание новой информации оно извратилось как и глютамат натрия то есть современные знания это такой фастфуд которым вы все время идите 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 и не можете наесться и вы говорите а вот скажи мне вот ну примерно вопрос сейчас вот серега задал скажи мне костян а что вкуснее чипсы лэйс или чипсы принглс или сникерс или там я не знаю там этот бомж пакет доширак это да то есть вот когда человек мозгами уже ушел от реальной жизни то есть он живет в таком мире информативном в который единственное стремление это постоянно получение новой информации постоянно получение хроническое получение новой информации которую он даже на 10 процентов не сможет использовать то есть человек потребляет столько информации сколько ему не нужно и от этого он страдает почему это как от переедания то есть вы едите много пустых калорий и в итоге у вас начинает организмом происходить дичь лютое есть даже такой термин по моему не помню как он точно называется но что-то типа информационная интоксикация что-то да то есть пресыщение информации пресыщение информации и природа всегда старалась нас держать в балансе то есть мы действиями поддерживали знания а знаниями действия то есть это такое знаете ритуал то есть пойдешь в лес найдешь грибов пойдешь на речку выловишь рыбу ну к примеру или тебя съедят или там ты искупаешься или попьешь воды то есть у тебя есть определенные какие-то знания о природе и окружающем мире когда же ты потребляешь несуществующую информацию или извращенную то есть но разрозненную когда вот куча просто пустых калорий к примеру то у тебя начинается проблемы с поджелудочной у тебя начинаются проблемы там с желчным с кишечником желудком нервические болезни возникают то же самое то есть психологические болезни нервические то есть современные люди они все больны все больны именно из-за пресыщения информации и эзотерика по сути вот смотрите когда мы становимся старше нам планета кажется уже достаточно известной да то есть вот я сейчас смотрю на своего ребенка младшего и вот он паровозик на веревочке таскает и для него паровозик на веревочке паровозик у паровозика цепляется труба у паровозика там он собирается разбирается и я этот паровозик там ну а ну ясно тут все мне пять секунд я уже понял паровозик он уже там какой второй третий день с этим паровозиком и когда мы вырастаем 20-30 нам лет становится мы пока вот мы вот с такими шарами лазим для нас там поначалу неизвестны там сексуальные отношения потом выпадаем сексуальные отношения дети да мы попадаем ой как когда же когда же мы уже закончим институт пойдем быстрее работать закончили институт о вот мы первый день на работе потом блин да ну нахрен эту работу я бы обратно в садик ушел да хотя мы садика стремились школу и вот человек когда он познает горизонты окружающего мира физически да ему кажется мир уже скучен то есть ну ну все понятно паровозик паровозик да то есть ну жена и жена дети и дети работа и работа дом и дом на то есть все просто а почему люди идут в эзотерику почему люди идут в неизведанное почему людям нравятся передачи про инопланетян про гадалок про там я не знаю каких-то там вот вот что такое необъяснимое потому что у этого краев нету потому что там может подключиться фантазия а у фантазии нет краев как и у роскоши нет краев да то есть когда мы допустим когда-то для меня просто владение автомобилем я помню когда мне батя подарил старую свою шаху которые были прогнившие пороги она была моя ровесница вру она была меня старше двигатель уже жрал масло как воду и он подарил мне эту машину я был такой счастливый я понимал что ну вот я теперь могу передвигаться там я могу съездить на речку хотя раньше мне нужно было там вылавливать какого-то из родственников там да и знакомых чтобы скататься на речку теперь я могу там поехать в магазин я могу поехать в город из города в деревню из деревни в город я даже помню мотанулся в курск на редване и вот но смысл в чем я был настолько счастлив владея этим автомобилем а сейчас у меня очень неплохой автомобиль то есть уже 3 в моем 4 в моем владении да вот рено лагуна и я не получаю того удовольствие которое мне приносил он когда я менял его каждый раз вот 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 и у роскоши краев нету то есть если завтра я куплю себе какой-нибудь там навороченный там не за альфард да то через год для меня это будет настолько быть и обыденно а если дай мне альфард когда я только еще шаху получили этому ссался бы от радости наверное да опять же ненадолго и вот у роскоши нету краев и у информационной вот этой эзотерической фантазии да что ли нет краев то есть люди буквально почему я называю очень часто эзотериков с эзотериками или анонистами да мозговыми потому что он в эзотерике теряется грань подтверждение чего бы то ни было то есть вы можете лепить абсолютно лютую дичь с какой-то книги и воспринять все что написано в этой книге на веру вы можете называть термин разумная бесконечность один будет поднимать по другу по по-своему другой по-своему но никто из нас не сможет проверить и вообще это есть такое или нету такого то есть что мы можем проверить что мы можем проверить мы можем проверить только вот в пределах своей планеты то когда вы последний раз выезжали за пределы собственного города не то что там страны и человек он получил такой вот но возможность получения эндорфинов знаний информации не сходя с места то есть можно лежать дома на диване и путешествовать там в шри-ланку можно не идти раньше чтобы прочитать какую-то книгу нужно было как минимум ее купить и как максимум поехать в какую-то серьезную библиотеку городскую да где эта книга есть сейчас чтобы вам получить абсолютно любую книгу вам даже не надо с дивана вставать то есть это возможность получения этой книги привело к тому что разрыв между физической оболочкой и мозговом интеллектом вашим до разумом он настолько далек что тело не успевает то есть подтверждение физическое подтверждение не успевает за фантазией и очень часто современные люди они отрываются от реальности и погружаются в выдуманные миры в которых большинство из нас сейчас проживает это надо признать то что я говорю это не не скрытость за семью замками это как глютамат натрия и он вы прекрасно знаете что он есть в большинстве современных там 90 процентов современных продуктах его добавляют его даже уже по моему насколько я знаю разрешили не писать то есть по умолчанию его добавляют во все что можно и можно не писать что там добавлен глютамат натрия что это типа настолько там естественно настолько просто и это приводит лишь к тому что человек хочет есть все время то есть он есть 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 не из-за того чтобы насытиться а получая удовольствие от своего процесса то же самое происходит с информацией то есть мы потребляем 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 информацию без надежды даже ее как-то реализовать и мы погружаемся вот в этот мозговой анонизм то есть движение есть результата нету то есть дети не родятся да про она наш все знаете да то есть что она она наказывали за что не из-за того что он там письку теребонькал из-за того что он проливал семя поэтому анонисты не зря называют людей не на мисты то есть анон это тот кто проливал семя на землю то есть не давал возможность после себя родиться кому-то именно за это он был наказан а мы 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 потребляем очень много информации без надежды ее как-то реализовать то есть информация ради информации и люди они скачут по каналам за чем-нибудь остреньким то есть а вот эти чипсы ты пробовал нет давай эти чипсы купим и он где-то в задней коркой мозга он понимает что в этих чипсах ничего полезного нету то есть это просто набор каких-то просто вкусовых вот каких-то там непонятно из чего их делают вообще но он их покупает и ест почему потому что он наркоман и пищевая наркомания как и информационная наркомания она воспринимается обществом настолько естественно как воздух то есть настолько она плавно внедрилась через книги потом через телевидение потом интернет появился настолько она плавно вклинилась в человеческую жизнь что это как варить лягушку в кипятке мы даже не переживаем мы даже не думаю что это опасно мы это делаем естественно всегда так было то есть что что вредного в гугле что вредного в яндексе что вредно в ю тубе ничего в соцсетях ничего вредного нету и мы проводим очень много времени когда мы даже встречаем информацию что а вот зачем вы столько времени проводите в интернете для чего то есть цель какова какова ваш цель мы отмахиваемся от этого человеком это слышишь не будь ханжой что ты вот это вот иди нахрен отсюда понимаете как вот ты человеку похож к счету вот тут ну не знаю смешиваешь растительное масло жирами это ж но вредно он гады иди ты в жопу мне вкусно я люблю майонез все и ему плевать что-то там говоришь потому что ну а ты вы пробовали салат на новый год с майонезом вы че гоните что ли тоже вкуснямба то же самое происходит со знаниями и поэтому честно говоря последнее последнее время насытившись вот этим вот как это у нас это называли то порожняком то есть у нас когда я был подростком было такое выражение не гони порожняк то есть гнать порожняк значило говорить не проверенную информацию то есть по сути так вот привирать да то есть врать там или как-то там гнать какое-то фуфло которое не имеет отношения к реальности или к тем событиям которые обсуждаются или нужны для решения каких-то да то есть гнать порожняк и вот я понимаю что я незаметно сам стал наркоманом вот этого порожняка и честно говоря я стараюсь наоборот отходить больше от интернета и больше погружаться в сторону физического мира то есть больше заниматься физкультурой больше общаться семьей больше общаться с людьми с настоящими чем в интернете да в тех же комментариях то есть я нет я пишу комментарии потому что это уже моя привычка да но я их существенно уменьшил то есть в разы в отличие от того что я писал там раньше допустим год назад или два года назад тем более раньше вообще в комментариях там пару лет назад я в комментариях из комментариев не вылазил можно так сказать основное мое времяпровождение было сейчас я понимаю что это бесполезно кому-то чего-то доказывать там выплескивать какой-то пар в комментариях то же самое эзотерическая литература я понимаю что обсуждая какие-то эзотерические концепции материалы ра там трансерфинг реальности это настолько далеко от жизни что мы не используем десятой доли той информации которую мы прочитали то есть грубо говоря прочитая тоже один трансерфинг реальности можно его практиковать там всю жизнь можно прочитать одну книгу и практиковать ее несколько лет то есть представьте какой разброс да там книга грубо говоря там на 200-300 страниц и выстраивание того что ты прочитал в книге до попытка выстроить то есть это же не за то есть книгу ты прочитал там за неделю максимум да не спеша вот выстраивать отношения ты можешь несколько лет но потребляя информацию человек получает вот эту эндорфиновую подпитку то есть получение поощрения кайфа от самого получения информации не то что мы когда-либо применит не из-за того что он ей как-то воспользуется а просто получение от кайфа для кайфа просто как вот наркота наркота просто наркота и дальше происходит усугубление то есть человек не получая вот что происходит когда человек поел дошика ему через час уже охота опять жрать надо съесть что-то нормальное на вот в чем потребление тоже но информации она ну почему происходит проблема потом в будущем потому что организм понимает что он что-то жрет жрет получать информацию получает а толку нету то есть богаче он не стал сильнее не стал отношения у него не появились мужа там или жены не появилась дети посылают на три веселых букв да то есть он вроде там посетил марафоны по питанию курсы по поднятию самооценки бизнес-тренинги босс и ныне там то есть вроде информации до хрена внедрять ее в жизнь как бы нету возможности и к сожалению я вот наверное вам но на большинство эзотерических вопросов может быть много из моих людей с моего канала уйдут потому что очень много людей на мой канал заходило именно для в поисках вот этих шизотерических ответов эзотерических шизотерических углубленных их будет меньше их будет меньше почему я в свое время пересел на физиологию физиологию можно пощупать физиологию можно пощупать и я понимаю что ну обладая телом инвалида калича какого-нибудь перехожих калики перехожие да ты не не получишь счастье то есть будь ты с семь пядей во лбу не сможешь получить удовлетворение потому что твое тело не способно воспринимать это удовлетворение и многие люди потребляя информацию они понимают что это какая какой-то порожняк теперь и ты у меня в кадре с фонариками видишь кто-то гирюша кто там когда-то тимка где-то надо это видео найти когда-то тимка с кошкой подбегали маленький это папина папины а это мамины а где мама там спряталась мама хитрые хитрые ну вот опять то о чем я говорил да я вот перед кем сейчас распинался пар ты как-то говорил что на слайде зарплату в 500 тысяч как это было я работал дружище я работал